В этой небольшой стране находятся 26 крупных действующих вулканов и множество вулканов поменьше. Лавовые потоки древних извержений здесь тянутся сплошной каменистой пустыней на многие-многие километры, а значит здесь часто встречаются зоны геотермальной активности и гейзеры. Когда говорят, что Исландия это другая планета, то иногда не возникает ни грамма сомнений, что это чистая правда. Ведь что еще может прийти в голову, когда стоишь посреди поля, где кипящие, булькающие грязевые лужи и не менее ужасного вида фумаролы издают жуткий запах сероводорода. И все это окутано густым и теплым паром, вырывающимся из-под земли. Это очень сильно похоже на картину ада. Но нет, это все еще наша планета Земля и это термальное поле Кверир. Так почему же здесь кипит земля, спросите вы? Ну, можно, конечно, сослаться на троллей и эльфов, в которых верят или допускают их существование порядка 54% исландцев. Мол, устроили там свою жаркую кухню и дымят на весь остров. Но есть и другая версия. Грунтовые воды просачиваются вглубь земли, достигая слоев, которые в результате вулканической активности нагреваются до 500-600 градусов по Цельсию. Вскипают и возвращаются на поверхность в виде разных аномалий. Во время этого процесса наверх также выносятся различные химические элементы, которые изменяют цвет почвы. Во многих местах это смотрится очень красиво. Земля в этих местах красно-желто-рыжая. Наверное, так и выглядит Марс. Если у вас плохая переносимость запаха сероводорода, то, пожалуй, вам стоит обходить такие места стороной. Для себя отмечу, что чистить зубы водой, сдающей запах пухлятины, было то еще удовольствие. А другой воды в таких районах очень трудно найти. Исландцы за долгие годы научились использовать эти аномалии в своей повседневной жизни. Оттапливают дома и теплицы, получают электричество. Повсюду можно найти бассейны с горячей водой. Эдакая, знаете ли, своеобразная компенсация за суровый климат и опасное соседство с вулканами. Ну и напоследок расскажу вам про гейзеры. В Исландии находится прадедушка всех гейзеров. То есть тогда у него еще не было имени. И называли его типа «Источник, стреляющий водой в небо» или как-то так. А чуть позже дали ему имя гейзер. А уж потом все на этом белом свете начали называть подобные источники гейзерами. Что-то по типу истории с ксероксом. Сегодня гейзер действует очень редко и может находиться в бездействии несколько лет к ряду. Зато в 40 метрах от него есть работающий гейзер. Имя его «Стракюр». Стракюр извергается каждые 4-6 минут, выпуская воду на высоту до 30 метров к небу. Все потому, что в этом районе на относительно небольшой глубине температура воды достигает точки кипения и пар выталкивает ее на поверхность. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...